Итальянское радиотелевидение представляет Баланди Артс Фильм Пьеро Мессины Древние камни и кровь Произведение искусства и амбиции правителей Перед нами не просто здание В этом архитектурном сооружении отражена история Флоренции от Средневековья до наших дней Дворец, каким его видят сегодня туристы на площади Синьории Это результат государственных переворотов Придворных интриг, политических решений и труда великих художников Украсивших его стены бессмертными шедеврами Каждая комната, каждая фреска в этом завораживающем лабиринте Повлекает нас в захватывающее путешествие по флорентийской истории Наполнено искусством и былым могуществом Власть эфемерна Однако искусство помогло историческим деятелям Этого тосканского города избежать забвения Сегодня Палаццо Веккио Возникший как мрачная средневековая крепость Стал музеем и вошел в число ярчайших объектов Мирового культурного наследия Палаццо Веккио Искусство и власть Искусство и власть 25 декабря 1565 года Франческо I Медичи Женится на эрц герцогини Иоанне Австрийской Отец Франческо Козима I Великий герцог Тосканы С большим трудом устроил этот брак Чтобы поднять престиж Медичи Свадебное торжество состоялось в Палаццо Веккио Который служил резиденцией Синьерии И символом величия рода Медичи За красотой эпохи Возрождения скрывается жизнь династии, полная официальных союзов и тайных романов, заговоров и борьбы за власть Судьба этого семейства флорентийских банкиров, которому предстоит войти в число самых знатных династий Европы, напрямую связана с Палаццо Веккио Его стены могут поведать нам историю о страсти, бренности человеческой жизни и бессмертии искусства Франческо I – юноша с непростым характером, угрюмый и скрытный Эти качества совершенно не вяжутся с роскошной обстановкой, в которой проходит свадебное торжество Величественный зал 500, самое большое светское помещение в Европе, прославляет победы Козима I В их числе взятие Сиены и победа при Пизе, изображенные на фресках работы Джорджо Вазари, художника, архитектора и биографа, родом из Ореццо Эпические картины, призванные воодушевлять зрителя, связаны с фигурой Козима I, изображенного в центре богатства Украшенного потолка, этот портрет воплощает в себе могущество Медичи И является ключевым элементом декора Весь интерьер зала служит апофеозом Козима I Клаудио Конфорти, преподаватель истории архитектуры в Римском университете Тор Вергата В самом центре потолка зала 500 расположено изображение восхваляющее Козима I Женская фигура воплощение самой Флоренции Возлагает на голову герцога венец Завоевания Козима отражены не только в скульптурах, расположенных вдоль стен, изображающих захваченные им города Но и в картинах, украшающих потолок Однако главным украшением палаца Векйо является, пожалуй, скульптура «Победитель», которую по-прежнему можно увидеть во дворце Кэрол Ричардсон, преподаватель истории искусства в Эдинбургском колледже искусств Эта статуя была изготовлена в флорентийской мастерской Микеланджело Скульптура досталась Козиму I, который включил ее в интерьер Палацу Векйо Это бесценное украшение заняло свое место в Зале 500 в 1965 году Статуя Дух Победы создана самим Микеланджело Буонаротти Одним из величайших творцов в истории и ключевой фигуры эпохи Возрождения Изначально скульптура предназначалась для гробницы папы Юлия II в соборе Святого Петра Однако племянник Микеланджело, Леонардо Буонаротти, преподнес ее в дар Козиму I Палацу Векйо навсегда стал сердцем Флоренции Для Козима I это была непростая задача Потому что на тот момент площадь Палаца Уфицы вовсе не была культурным центром города Новый декор во многом отражает стремление придать легитимность новому режиму Герцогскому режиму С помощью таких творцов, как Вазари, Аманати, Джамболонья и Буаналенти Козима превратил это место в первую в мире скульптурную галерею под открытым небом Строительство главного зала началось еще в середине века Когда Флоренцию раздирало противостояние враждующих группировок гвельфов и гибелинов Зал 500 Влиятельные семейства охотно проливали кровь в борьбе за власть В этой напряженной атмосфере и появилась средневековая крепость Чьими суровыми очертаниями мы продолжаем любоваться по сей день Следует заметить, что проект дворца создавался в относительно мирный для Флоренции период Потому что мы говорим о жестоких временах На отрезке с 1301 по 1304 год произошло огромное количество столкновений между группировками черных и белых гвельфов Разрушительная вражда По некоторым свидетельствам тех времен, десятая часть города была уничтожена пожарами Палаццо действительно напоминает крепость По парапету ходила охрана, наблюдавшая за городом с высоты Зубчатые стены с бойницами были хорошо укреплены Нам известно, что в 1304 году на сам дворец напали Если верить хронике с огнем и арбалетами Как видите, у правителей города были веские причины выстроить более серьезные укрепления В 1299 году проектировка дворца поручена архитектору Арнольфа Ликамбио Который умрет в 1302 году Задолго до окончания работы Правительство города переедет во дворец, который получит название Палаццо деи Приори Палаццо деи Приори – порождение нового режима, который установился во Флоренции в 1282 году По сути, городом управляли Приоры, которых гильдии назначали на короткий и четко определенный срок Внезапно древняя резиденция Приоров, которые работали в Палаццо по шесть месяцев в год С тремя перерывами в два месяца становится дворцом монарха Александр Чекки – историк искусства, директор дома-музея Микеланджело Буанаротти Уже в 1285 году, вскоре после зарождения этого режима, начались разговоры о том, что необходима резиденция для Приоров и их советников Но обсуждение затянулось, и строительство началось только в 1299 В это время во Флоренции проходит настоящая волна архитектурного обновления В 1342 году Готье VI де Бриен, герцог Афинский, укрепляет дворец и строит тайный ход, который ведет на улицу Делла Нин Герцогу этот выход так и не пригодится, хотя ему действительно придется покинуть город Его побег в красках изображен на фреске «Изгнание герцога Афинского», написанной в духе Джотто Она хранится в Мезонине Палаццо Векчо На мой взгляд, дворец особенно интересен тем, что в его стенах можно найти следы различных исторических периодов И последствия стремительных изменений, произошедших в том числе и за те 10 лет, что ушли на его строительство В бурные годы, предшествовавшие появлению Флорентийской республики, власть в городе крайне нестабильна Доказательством тому служит неоднородность фасада Палаццо Нижние стены украшены квадратными зубцами, традиционными для гвельфов Наверху же, на башне Арнольфа, мы видим гибелинские зубцы в форме ласточкиного хвоста Здание определенно выглядит очень неоднородно, однако оно напоминает жителям Флоренции об их истории К тому же Палаццо возведен из чистого камня, это роскошь Проследив этапы расширения украшения дворца, можно увидеть историю развития флорентийского государства С приходом 15 века система управления усложняется, обрастая различными органами власти, каждому из которых нужно место для работы Дворец отражает эту административную экспансию А затем уже в 16 веке превращается в памятник могуществу династии Медичи Огромный зал 500 обязан своим существованием Джеролома Савонаролле, ключевой фигуре в политической жизни Флоренции В период, когда у власти стояла Джеролома Савонаролла, в эту эпоху эфемерной теократии, захватившей Флоренцию, заложен фундамент огромного зала По замыслу Савонароллы зал должен был вмещать 500 граждан Флоренции, управляющих городом Название «Зал 500» означает, что там должны были собираться 500 избранных, отвечающих за судьбу города Его чрезмерно демократичный политический проект вызывает недовольство набирающего силу среднего класса Лишенной поддержки власть имущих, Савонаролла впадает в немилость Его судят за ересь Прежде чем сгореть на костре на площади Синьории, Джеролома Савонаролла проводит ночь в башне Арнольфа Ожидая своей трагической участи Он вынужден терпеть пытки и допросы, а также издевательства со стороны своих тюремщиков и горожан На рассвете 23 мая 1498 года охрана выводит его из башни На площади с него сорвут доминиканское облачение, казнят через повешение, а тело сожгут По-моему, эта огромная башня – один из самых интересных элементов дворца В то время постройка башни несла в себе определенную двусмысленность В эту башню помещали политических заключенных, полностью изолируя их от мира Это был такой символ могущества Или, скорее, не просто символ, но и проявление могущества Каждый горожанин знал, кто сидит в башне Арнольфо построил не всю башню Он просто увеличил старую башню дворца Фарабоски с 29 метров до 87 метров Именно поэтому она находится не в центре фасада На самом деле башня Фарабоски, на чьей основе выстроена современная версия, была примерно втрое ниже новой В 1433 году в башне оказывается новый знаменитый узник – Козимо Медичи Известный также как Козимо Старый Для начала в 1430-х годах он ненадолго оказывается заключен в башню Затем отправляется в изгнание Однако вскоре Козимо с триумфом возвращается во Флоренцию Родоначальник Медичи покидает город А после возвращения начинает свое восхождение к власти Козимо Старый начал наращивать престиж династии Медичи в 15 веке К тому же он был хорошим дельцом и использовал состояние, которое сделал, еще будучи торговцем и банкиром, чтобы стать покровителем искусств Сам Козимо не принимает участия в общественной жизни Однако грамотно расставляет своих сторонников и пускает в ход новую стратегию Искусство как инструмент пропаганды Он любил историю, путешествия, географию Обладал энциклопедическими знаниями и был готов к любым неожиданностям Козимо стал образцом мецената нового времени Папа Пьей II посетил Флоренцию в 1459 году По его словам, Козимо Старый был чуть более образован, чем обыкновенный богатый купец На втором этаже в покоях Льва X находится комната, посвященная Козимо Старому Украшенная фресками с наиболее важными сценами из его жизни Козимо уже предстал перед нами как узник Однако через год он с триумфом возвращается в город Это событие отражено на фреске Козимо возвращается из изгнания сыновьями Пьетро и Джованни Декор всего дворца, выполненный в Азаре и другими художниками для Козимо Первого Является некой попыткой привязать к себе это историческое наследие Это месть Козимо И начало длинной истории правления Медичи во Флоренции и в стенах Палаццо Веккио Его сторонники не политические деятели, а художники, пользовавшиеся его поддержкой И создававшие изображения своего покровителя Что облегчило и украсило его путь к власти Козимо в окружении художников и ученых Фреска, выполненная Марко Дафаэнса по наброску Джорджу Вазаре Изображает того самого человека нового времени, чей образ продвигала династия Медичи Для праотца Медичи искусство и красота ценны не только эстетическими качествами Они дают ему власть и помогают поддерживать мир и согласие среди населения Козимо продемонстрировал глубокое понимание своей роли и недюжинную дальновидность Семейство Медичи — это потомственные банкиры Когда Николай V занял святой престол в 1447 году У Козимо Старого уже были хорошие личные связи с новым папой Козимо Старый был одним из величайших меценатов в истории На него работали лучшие творцы своего времени, отцы Возрождения Брунолески, Гиберти и Микелотца Последний создал дворик, по-прежнему носящий его имя Дворик Микелотца От Козимо Старого вплоть до Козимо Первого Сохраняется тесная связь между красотой и могуществом Ставшая отличительной чертой династии Медичи И вот, наконец, Медичи добиваются брака с представительницей династии Габсбургов По этому случаю город был украшен триумфальными арками Под которыми должны были пройти молодожены Франческо с Иоанной Австрийской Сейчас обо всей этой праздничной роскоши напоминает лишь декор дворика Микелотца Украшенного в честь невесты видами городов империи Флоренция наполняется новым социальным смыслом Это уже не средневековая крепость Чье существование необходимо для защиты горожан Город, как его видит архитектор Вазарии и его покровители Это социальная система и инструмент пропаганды власти Которая стремится к согласию в народе Здания способны отражать гражданские идеалы Это идеальный город, где красота Один из основных инструментов создания мирного и процветающего государства За воплощение этого видения города берется Джорджо Вазария Художник и архитектор Синьории, который за долгие годы службы становится близким другом Козима Первого Джорджо Вазария художник, которому поручено преобразить палаццо Деи Приори в дворец, достойный монарха Получается, что символ республиканской власти необходимо преобразовать в символ герцогской власти В монумент могущества новой династии Каспар Пирсон, преподаватель архитектуры возрождения в университете Эссекса Вазария берется за воплощение этой идеи Козима доверяет ему Джорджо Вазария посвящает Козима Первому свой величайший литературный труд Жизнеописание прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов Светлейшему и превосходительнейшему сеньору Козиму де Медичи Герцогу Флоренции, моему досточтивому государю Поскольку ваше превосходительство, следуя всем поступам славнейших предков своих А также побуждаемая и движимая природным своим великодушием Не устает поощрять и превозносить доблесть любого рода Где бы она ни встречалась и в особенности оказывает покровительство искусством рисунка Питает склонность к их художникам и обладает познаниями и вкусом В отношении прекрасных и редкостных их созданий Постольку, полагаю я, не иначе, как приятным будет Вам сей труд, положенный мной на описание жизни, творений, манер И особенности всех тех, кои первыми воскресились и некогда уже умершие искусства Затем с течением времени их обогащали, украшали И довели, наконец, до той ступени красоты и величия, на которой они находятся в наши дни А так как почти все они были тосканцами и в большей своей части флорентинцами Это была невероятно близкая и крепкая дружба Клаудио Конфорти Благодаря мастерству Вазари, легенда семейства Медичи, своего рода хроника династии, начатая еще архитектором Бачо де Аньолло, получает продолжение Между художником и его покровителем существует некий симбиоз, который приведет к преображению дворца в резиденцию герцога Вазари прекрасный живописец и потрясающий архитектор Архитектура сама по себе является инструментом власти Она способна убеждать зрителя своей красотой Бачо де Аньолло спроектировал трибуну для аудиенции Возвышение в северной части зала 500 Где установлены великолепные скульптуры работы Бачо Бандинелли Козимо старался подкрепить свою власть, а для этого необходимо было прославить династию Медичи Скульптура каждого представителя семейства сопровождается гербом, отражающим его сущность Над статуей Козима I расположено изображение черепахи с парусом, символизирующее девиз «Фестина ленте» Поспешай медленно Над скульптурой Джованни де Лебан де Нере расположена молния Над Александро де Медичи — носорог Над Франческо I — ласка Скульптурную группу правителей дополняют статуи двух пап римских из рода Медичи Клемента VII и Льва X Украшение дворца, заказанное Козима I, великим герцогом Тосканы, дает нам понять, что семейство Медичи не упускает возможности занять святой престол, чтобы, да, продолжить апостольское служение, Но во многом и потому, что папство придает дополнительный вес династии флорентийских правителей После избрания Джованни де Медичи новым папой он принимает имя Лев X Льв X, первому папе из династии Медичи, Козима I посвящает целое крыло церемониальных покоев Семья Медичи — выходцы из купечества, бывшие банкиры Папство необходимо династии, чтобы повысить свое положение в обществе Каждую комнату украшают изображения, рассказывающие о жизни наиболее заметных представителей семейства Зал Льва X Покои Льва X и апартаменты стихий представляли собой приемные гостевые комнаты Было бы странно, если бы представители семейства спали в комнатах, посвященных им самим Гостей проводили через Покои Льва X, чтобы показать, что династия Медичи, несмотря на ее молодость и низкое происхождение Судя по имени, их предки были врачами Благодаря своим добродетелям имеет весьма достойную родословную В зале Льва X можно увидеть великолепную фреску работы в Азаре Изображающую площадь Сеньюрии в 1515 году В глаза сразу бросается отсутствие галереи Уфицы Строительство которой начнется лишь в 1560-м И выложенная квадратами разноцветная плитка, которая не дошла до наших дней Два представителя семейства Медичи стали папами римскими Таким образом, они показывают всем, что сам Господь благословил их династию Это очень веский аргумент, которым Козима I пользуется при украшении Палаца Векхио Благодетель исходит не только от высоты происхождения, но и от благородства души И такие великие люди, как Джованни, Делле Банденера, Лев X, Климент VII, Лоренцо Великолепный И патриарх династии Козима Старый Своим существованием доказывают, что благородство Медичи не уступает их благодетели Из зала Льва X можно попасть на третий этаж, где в апартаментах стихий смертных героев сменяют римские боги Зал Льва X, второй этаж Апартаменты стихий, третий этаж На мой взгляд, можно уловить определенную последовательность в том, как Медичи используют древние произведения искусства Обращаются к истории Римской империи и, в частности, основанию Флоренции во времена правления Цезаря Мастера обращаются к мифологической культуре, чтобы создать образ нового герцога Флоренции Которого наделила властью сама Римская империя Расположение фресок продумано до мелочей ученым Козимо Бартоле А сами изображения выполнены Вазари и Яном Вандерстратом В этих фресках династия Медичи наделяется божественным происхождением На Олимпе, как его видит Бартоле, место Юпитера, верховного божества, занимает Козимо Первый Именно поэтому прямо над залом Козимо Первого находится фреска детства Юпитера На которой коза Амалтея вскармливает божественного младенца молоком На третьем этаже расположено еще одно крыло, которое полностью преображается во время правления Козимо Первого Верная жена и любящая мать Элеонора Талецкая Тоже оставляет след своей нежной руки в истории Палаццо Векхио Жизнь знатной дамы – это не только роскошь Оторванная от семьи, женщина вынашивает одного ребенка за другим Но многие из них умирают слишком рано Шестеро из одиннадцати детей не доживают до восемнадцати Но вера в Бога и любовь к мужу придает ей силы Козимо отводит для Элеоноры одни из лучших покоев Палаццо Векхио В оформлении которых до сих пор можно разглядеть влияние этой сильной женщины Козимо Первый Должно быть, полностью доверял жене во многих вопросах Которая, помимо всего прочего, умела делать удачные вложения Богатство династии выросло не только за счет ее приданного Но и благодаря способностям Элеоноры Которая занималась финансовой стороной жизни дворца Комнаты Элеоноры украшены изображениями выдающихся женщин Как библейских, так и мифологических героинь Например, фреска Джорджо Вазари Пенелопа за ткацким станком Жена Одиссея, пример терпеливой и верной жены Для Элеоноры это основные добродетели женщины По просьбе Элеоноры построена великолепная часовня, украшенная работами Сальвиати и Бронзина Где семейство могло совместно возносить молитвы и ощущать единение в преклонении перед Господом Среди этих великих женщин Элеонора отводит себе особое место В самом центре фрески положение Христа во гроб Украшающий прекрасную часовню, расписанную художником, маньеристом Аньола Бронзина Главным портретистом семьи Медичи Козима оказался верным мужем Супруги жили в любви и согласии, что было редкостью в ту эпоху Чтобы сгладить мрачность средневекового дворца, Элеонора приказывает украсить ее комнаты растительными мотивами К сожалению, от самых прекрасных фресок, находившихся в зеленом зале, не осталось и следа Новый декор дворца выполнен по последней моде, то есть в стиле рафаэлевского гротеска Зато до наших дней Дошел великолепный письменный стол и гротескная роспись потолка Название стиля появилось в конце 15 века Когда художники, работавшие по заказу Папы Римского, обнаружили в золотом доме Нерона фрески Мастеров впечатлили гротескные украшения В Палаццо Векчо можно увидеть несколько примеров применения этого стиля Отсылающего нас к римской традиции Заботясь о здоровье детей, Элеонора убедила Козима переехать в более современный Палаццо Пити Итак, семейство Медичи переселилось в новый дворец, стоящий по другую сторону реки Арно Поэтому в конце 16 века появляется название Палаццо Векчо После переезда Синьории Палаццо Деи Приори переименован в Палаццо Векчо, Старый дворец Это название он носит до сих пор Франческо Первый, старший сын Козима и Элеоноры, получает в дар от отца истинную жемчужину работы Вазари Студиола Малый кабинет Зал 500 Студиола Франческо Первого Студиола Студиола – это последняя работа Джорджу Вазари Мастер боялся, что молодому герцогу не понравится результат Для Франческо он создает одно из самых фантастических и необычных помещений в Палаце Векчо – Студиола Эта комната стала легендой и объектом интереса и подражания по всей Европе Тем не менее, отношения художника с молодым герцогом были весьма натянутыми Франческо наследует титул великого герцога Тосканы, но не характер отца Новый правитель запомнился своей ужасной вспыльчивостью и равнодушием к политике Его страсти были алхимия и естественные науки Франческо был угрюмом и своевольным юношей Предпочитал ночь дню Отец беспрерывно осыпал его упреками Поскольку Франческо интересовался науками, Козимо приказал Вазари построить на втором этаже, рядом с залом 500, кабинет, в котором наследник мог бы хранить все свои сокровища Редкие, бесценные вещи, дорогие и искусно выполненные Студиола – это внутреннее помещение, куда не проникает естественный свет Здесь Франческо прятался днем и ночью, чем очень беспокоил министров, советников и секретарей Которые считали, что эти занятия отвлекают его от управления государством Планирование декора комнаты доверили филологу и историку Винченцо Баргини А исполнение – Джорджо Вазари и его помощникам В числе наиболее интересных украшений Студиола Восемь языческих статуй, символизирующих стихии, в том числе статия Оппы Римской богини-плодородия, выполненная Бартоломео Аманати И алхимическая лаборатория – картина фламандского художника Яна Вандерстрата На которой сам Франческо изображен в роли ученого Привязанность молодого герцога к Палаццо Веккио объясняется и другими причинами Здесь он встречается с Бьянкой Капелло, любовницей, которую представил ко двору Скрытая дверь ведет из зала географических карт в тайную комнату Где герцога ждет загадочная венецианка Темные путаные коридоры дворца помогают держать эти встречи в тайне Союз Иоанна Австрийской оказывается браком по расчету Высокородная жена герцога слаба здоровьем и постоянно грустит Разочарованное невниманием мужа В 1578 году Иоанна, беременная восьмым ребенком, погибает в результате несчастного случая Иоанна Австрийской оказывается браком по расчету У Франческо появляется возможность жениться на той, кого он действительно любит На женщине, которая способна смягчить его дурной нрав своей нежностью и страстью Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Неотъемлемой частью Палаццо Веккио являются потайные ходы Власть и секретность, так же как любовь и измена, часто крепко сплетены между собой Возможность покинуть дворец через потайной ход Или незаметно проследить за происходящим в одном из залов Наличие второй секретной карты дворца Все это служит отличным противовесом интригам могущественных людей, оживляющих Палаццо своим присутствием Один из самых интересных потайных ходов, тот, который ведет из студиола к кабинету Козима Первого Известному так же как Тезаретто Студиола Франческо Первого Тезаретто Козима Первого Или другой, который ведет из зеленого зала Элеоноры к коридору Вазари, соединяющему Палаццо Веккио с Палаццо Питти В число тайных помещений входит и та самая комната Бьянки Капелла Украшенная гротескными изображениями Там также была специальная полка, где любовница герцога хранила его подарки А в зале 500 имеется тайное смотровое окно, через которое можно следить за жителями дворца Изменчивая, запутанная природа Палаццо выражается также в постоянном обновлении произведений искусства Украшающих его залы и в легендах об утраченных шедеврах В Палаццо Веккио хранится несколько бесценных произведений искусства Среди которых Дух Победы, Микеланджело и Юдив и Аллаферн Скульптура работы Донателло, отца флорентийского возрождения Одного из величайших скульпторов в истории Этой статуей можно полюбоваться в зале лилий на третьем этаже Это одно из наиболее трогательных произведений искусства Оно символизирует гражданскую добродетель, которая торжествует над врагами Это один из величайших шедевров Донателло Другие драгоценные шедевры ненадолго задержались во дворце Или вообще были утрачены, как фрески в зеленом зале Элеонора Или гобелены в зале 200 В числе украшений палаццо есть и две знаменитые незаконченные работы О которых до сих пор ходят легенды Битва при Ангиаре Авторство Леонардо да Винчи Универсального гения эпохи Возрождения И битва при Кашине Микеланджело Микеланджело получает заказ от флорентийского правительства А точнее Пьетро Содерини Сцена битвы при Кашине должна была украсить один из крупнейших залов палаццо Это сражение между флорентийцами и бизанцами состоялось в 1364 году Написание фрески в начале 16 века приходится как раз на то время Когда Медичи возвращают Пизу под власть Флоренции Тем самым закрепляя за собой этот важный Тосканский порт В 1503 году флорентийская сеньюрия заказывает Леонардо фреску в зале 500 Она должна изображать битву при Ангиаре Леонардо, который никогда не отказывался от сложных задач Решил применить в своей работе экспериментальную технику Которую обнаружил в работах Плиния Старшего Энкаустику Но что-то пошло не так Художнику не удается закрепить краски Ни во время подготовки к работе Ни на штукатуренной стене зала Мы называем битву при Ангиаре фреской Но, строго говоря, это была не фреска Работа была выполнена в технике энкаустики Взятой из древних текстов Леонардо было поручено написать сцену победы флорентинцев над миланцами Которыми командовал Николо Печенино Художник потерпел неудачу И изображение дошло до нас только в копиях Оригинал был утрачен или же перекрыт новой фреской Бенвенута Челлини Один из главных представителей флорентийского скульптурного маньеризма Видевший картины Микеланджело и Леонардо Утверждал, что эти работы стали школой для всего света Наверное, так и есть Поскольку они дошли до нас в виде многочисленных копий Сделанных другими мастерами Сегодня стены Зала 500 украшают великолепные фрески Вазари Наглядное доказательство изменений, которые претерпел дворец И свидетели создания огромного исторического и художественного наследия Немногие дворцы могут похвастаться таким разнообразием мастеров И государственных деятелей, оставивших свой след в их стенах Палаццо Векхио развился в сложное, изысканное сооружение Поражающее посетителей своим обликом Крепость, дворец правительства, музей Палаццо Векхио пронес через века стремление восхищать зрителя красотой и искусством Которое было присуще всем героям его длинной истории Истории, которая продолжает будоражить воображение Переведено и озвучено компанией «Сдай Медиа» по заказу ТПО «Ред Медиа» Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok